как пустить энергию в цикл вверх по чакрам и как этот процесс правильно контролировать для этого например есть практика классической классической йоги то четвертой ступени йоги кундалини йога при котором мы начинаем участвовать чакры сейчас такая есть проблема что зачастую сейчас кундалини йогу приходят люди которые для нее еще не созрели то есть не готовы появляется какая-то где-нибудь какая-нибудь умная дама которая хочет зарабатывать например я так немножко я просто видел такие случаи кто хочет зарабатывать преподавая кундалини йогу она посмотрела картинки увидела где находятся чакры до увидела как другие преподают тоже решила вести группу но там люди скачут на копчики дает но она решил на этом заработать она собирает группу пишет рекламу собираются молодые люди которые хотят практиковать но вопрос в том что эта дама не видит энергии не умеет управлять ее в себе не видит энергии в других но хочет зарабатывать я с этим сталкивался почему я про это говорю потому что чек который достиг в кундалини йоги определенного уровня он видит это не только в себе но и других если человек может например на уровне куда леги кому-то помочь а задача мастера в кундалини йоги в преподавании четвертой ступени йоги это не только показать но если чека что происходит вам помочь ему с этим процессом потому что вы занимаетесь там кудалини йога вас пошла на гарантия застряла и у вас стресс начинается человек может настолько плохо и мастер куда леги должен помочь он должен знать что пресс он должен видеть что происходит а энергия также можно видеть как и вас то есть но это другое видение он должен знать что нужно сделать он должен для этого ресурс соответственный зачастую люди выдают себя за тех кем они не являются и ведь это занимался куда линию к ты всегда увидишь человека видишь это скажешь он это может или не можешь потому что видишь как у него идет энергия какие чистые чакры то есть это принципе видно вот когда вы освоили на определенном уровне четвертую ступень вы это будете видеть кто-то скажет чувствовать но для меня это ведь невидимыми потому что кого-то смысле мы даже вот визуально эти каналы видим есть классическая техника кундалини йоги но если вы идете кундалини йоги забыв не пройдя асаны не пройдя продам яму то вы сильно рискуйте много раз про это говорил потому что если ваша физика не готова к энергетике то вы можете себе навредить это знаете если ваши трубы не укреплены вы дальник огромное давление их может порвать это может быть и физическая проблема это может быть и психическая проблема знаете это есть машина и машина есть двигатель и мощности двигателя должны соответствовать мощность там подвески мощность шасси и мощность корпуса система управления и вы поставите на инвалидку двигатель там от гоночной машины то вы неминуемо в ближайшее время пойдете серьезную аварию то есть кундалини это огромная мощность человеческого тела огромные возможности если они не подкреплены здоровым телом и очистенными каналами уже не подготовлены асанами практикой асан и не подготовлены парноямы вы рискуете вам на этот вопрос должен ответить ваш мастер кундалини йоги который является ну если не мастером то экспертом потому что мастер кундалини йоги определенное звание как профессор например принципе инструктор кундалини йоги может вам помогать если он может быть он несовершенному в этом углу но он дошел до определенного уровня меня учил человек который не был мастером кундалини йоги но был экспертом экспертом в этом вопросе и он мне помог сильно в этом у меня способности были не у всех развиты на момент рождения но каждый их может развить в принципе поэтому чтобы давать вам совет что нужно делать я должен у вас видеть и должен понимать что вам сейчас кундалини йога она для вас она возможно потому что это может особенно это опасно когда люди пожилые и там большой дефицит у многих людей многие из них даже не занимались спортом молодости большой дефицит здоровья и тут вы запускаете мощную энергетику его можно раскачать конечно определенными практиками и магией там энергетикой но если что-то пойдет не так то это может быть и сердечный приступ это может быть и шок плой я вам скажу что энергетический шок может вызвать реальный болевой шок которого вас не вылечит не лекарства ничего то есть это плоды того что был интересный случай я вам скажу и он напечатали в газете тоже такой молодой человек неподготовленный начал заниматься кундалини йогой не пройдя подготовку соответствующую и выйдя на балкон раскачав себе там чакры он увидел лесенку светящуюся идущую в небо он по этой лесенке пошел с пятого этажа но вы можете понять что он поднялся наверх он упал вниз пятого этажа были это глюки я думаю что глюками это не было это были какие-то энергетические структуры которые из при готовом подготовленные энергетическом теле можно передвигаться но одно дело это видеть другое дело иметь подготовленное физическое тело чтобы его использовать человек увидел но он не понимает ум не готов тело не готова энергетика не готова да вот человек банально вот упал и стал коллегой там, он сломал себе что-то. Вот неправильное использование кундалинии йоги. Сейчас есть такая проблема, и многие пытаются перескакать через... Это очень опасно. Это как вы, опять же, например, вы хотите кататься на машине, но вы не хотите учить правила движения, вы не хотите одевать очки, потому что вы ничего не видите, вы не хотите успокоиться, чтобы контролировать ситуацию, но вы хотите ездить на больших скоростях. Вы задаете хороший вопрос, как это делать. Ну, энергия, она поднимается наверх, есть техники его поднятия. Если я буду преподавать кому-то кундалинии йогу, если я возьмусь это делать, то я вам скажу, что делать, как, почему, какие у вас проблемы, на чем внимания уделить. Есть конкретная технология в кундалинии йоге, она такая же есть, например, в цигун или в тайфтадзи. Дать совет человеку со стороны, не зная его, то есть это вещь такая опасная. Если вы возьмете любой источник кундалинии йоги, там, в принципе, описано, что нужно делать, как поднимать энергию. Энергия поднимается от нижней чакры, в верхней чакре, в зависимости, какую вы задачу ставите. Там много есть промежуточных. То есть чистите ли вы каналы рук, то есть вы лечите его органы, то есть вы малый круг гоняете, вы лечите, почистите себе ноги, набираете энергию через руки. Там очень много вопросов, на какой стадии вы находитесь и какую задачу вы ставите. Есть начальные задачи, есть продвинутые задачи. У каждого человека, в правилах, есть блоки. У каждого человека есть сильно работающие чакры, слабо работающие чакры. И чтобы говорить про практику, надо видеть конкретного человека. Также, если вы приходите, например, заниматься хатка-йогой, преподаватель грамотный хатка-йоги, он смотрит, какие у вас возможности, насколько вас может согнуть, какую вам можно асану дать. Если приходят люди неподготовленные, никто не заставит вас садиться в лотос. И объяснять вам, как нужно садиться в лотос, бесполезно. Вам скажут, вам сначала нужно раскрыть суставы, раскрыть тазобедренные суставы. И только после этого, растянуть мышцы, вы сможете в это сесть. Поэтому такой вопрос, он немножко неблагодарный. Поэтому я напрямую вам не могу ответить, что вам делать. Видя вас, зная вас, проведя тест, я скажу, что именно вам нужно делать. Поскольку у каждого человека, практикующего, предположим, созревшую для кундалини-йоги, будет что-то свое. Если вам кто-то скажет сходу, что нужно делать, либо он видящий и готов быстро просканировать вас и дать им результат. Мне, чтобы вас просканировать, просто по вашему вопросу нужно время. Я не могу сходу сказать. Мне нужно, предположим, 3-5 минут. Я не возьмусь сразу отвечать. У нас, поскольку есть формат этой лекции, и я не могу сканировать каждого только по вопросу. То есть создавать многоступенчатую связь, чтобы докопаться до вашей энергетики, увидеть вас. Ну, не просто это очень достаточно. Но если я однажды выйду до кундалини-йоги, я, в принципе, вам помогу. Я просто знал людей, которые это могут, и знал людей, которые делают вид, что они это могут. То есть я не хочу кого-то ругать специально, но я видел жуликов, которые выдают себя за мастеров кундалини-йоги. Вот одна подсказка. Мастера кундалини-йоги – это очень приятные люди. Когда у человека чистый энергетик, от него очень приятные ощущения. У человека даже может быть животик небольшой, или что-то еще. Он может быть пожилым, но у него очень приятная энергия. Очень приятная. Что касается медитации, то есть две стороны медитации. То есть что, по сути, является в большом смысле слова медитации, и то, что потенциально является медитацией. На самом деле медитация – это очень тонкий процесс, когда вы управляете своим сознанием. То есть человек – это очень такое, я не хочу говорить сложное, высокоструктурное существо. И у души есть очень тонкие и мощные механизмы. Одним из самых важных и тонких механизмов есть медитация. То есть я не хочу в этом плане мистифицировать это способности сознания. И они имеют очень большой ресурс. Настоящая медитация – это умение управлять собой, управлять окружающим миром и находить ответы там, где их как бы нет. И чтобы человек реально занимался медитацией с большой буквы, в человеке должно быть многое подготовлено. То есть в первую очередь – это самоконтроль. То есть человек должен быть спокоен. Человек, который не может быть спокоен, то есть он будет находиться не в медитации, он будет ходить в некой прострации и определенные силы будут управлять его ресурсами. То есть они будут создавать какие-то, стимулировать создание каких-то мыслей, создание каких-то эмоций. То есть это будет не медитация, это будет жизнь обычного человека, ресурсом коего управляют внешние силы в своих интересах, причем далеко не дружелюбные. В высшем смысле слова медитация, конечно, она доступна не каждому человеку, до нее нужно дорасти. То есть медитация в классической йоге – это следующая ступень после кундалини-йоги, то есть пятая так называемая ступень. И, конечно, в каком-то так прямом смысле к ней готов не каждый человек, а только подготовленный. В другом смысле слова, если подходить к вопросу более мягко, то медитация – это способ восприятия мира. И простейшими формами медитации я, например, считаю концентрацию. А концентрация – это техника, которая доступна для любого человека, даже для ребенка. И, в принципе, медитация, она по большому счету начинается с концентрации. И после того, как вы научились концентрироваться, вы со временем учитесь расслабляться, успокаивать свой ум. Я воспринимаю концентрацию как медитацию, но простейшей формой. То есть к этой форме медитации способны фактически все. А, не очень красиво. В этом смысле слова все люди могут заниматься медитацией. Но по факту на начальных стадиях это концентрация. Я когда начинал заниматься медитацией, начальная стадия – это была концентрация на огонь. Работал с огнем. То есть там тоже свои технологии есть. И задача была внимание концентрировать на огонь и удерживать его 40 минут. Это выключало внутренний диалог. Настоящая медитация идет тогда, когда у вас выключается внутренний диалог, вы ни о чем не думаете, у вас выключаются чувства, и ваше сознание направляется, то есть оно успокаивается, входит в тишину, и тут запускается механизм внутреннего поиска, какого-то сопровенного направления. Есть такой секрет, что как только у нас выключаются мысли и выключаются чувства, у нас может включиться более мощный, более тонкий механизм. Он будет работать сам по себе. Во всяком случае, у представителей расы, у белых людей, он существует. Если вы при этом, конечно, не приняли наркотика, не покурили, что-то еще не использовали, то чтобы не подключились к вам демонические силы. То есть у вас запустится более тонкий механизм, который, по сути, в принципе, будет медитацией. А начальная стадия любой медитации – это приведение в себя балансное состояние. То есть вы успокаиваете чувства, вы успокаиваете мысли и в дальнейшем отправляете сознание в каком-то более тонком, так называемом, пути, ну, скажем, или интуитивном пути. Многое, что касается медитации, сложно описать словами, но можно показать в практике. Ну, в классической, например, традиции дзен, в классической практике человек просто садится у стенки и смотрит, просто сидит напротив пустой стенки и смотрит в эту стенку. Пока эти механизмы сами по себе не успокоятся. Когда ум лишается возможности обрабатывать информацию, ну, стенка пустая, там долгое время обсасывать нечего, чувства перестают реагировать на эту стенку, потому что там тоже не на что реагировать, ум успокаивается, успокаивается чувство и вот начинает запускаться внутренние резервы сознания, то есть и появляется возможность запустить механизм медитации. Есть такое понятие, как ментальная медитация, да, то есть это ее еще называют ясномыслием. Ты когда помощью ясномыслия начинаешь искать сокровенные ответы на вопросы, которые помогают настраивать тебя правильно и давать направление, например, для будущих поисков. Есть астральная медитация, это когда настраиваешь свои чувства и делаешь, например, их возвышенными, чистыми, сильными. Это астральная медитация. У нее тоже есть свои техники. Это тоже является медитацией, и к ментальной медитации, и к астральной медитации человек в большей степени любой готов, чем к высшей форме медитации, так называемой, по сути. Опять же, у всего есть техника и подготовленность. На мой взгляд, астральной медитацией или ментальной может заниматься человек. То есть сама по себе классическая техника астральной медитации и ментальной. К сожалению, про это нельзя найти многих источников на эту тему. Я просто занимался тем и другим и видел ценности того и другого. Ценность их, во-первых, в том, что чистая форма медитации, совершенная, она предусматривает вашу очень серьезную подготовку, что вы сильно сбалансированный человек с повышенным ресурсом. Вообще, на медитацию у человека должно быть приличное количество свободной энергии, которое есть, к сожалению, не у каждого человека. Для работы, например, с ментальной медитацией или с астральной ее нужно меньше, потому что любая работа, связанная с направленным движением сознания, требует от вас ресурсов. Соответственно, когда человек успокаивается, расход этих ресурсов в нем становится маленьким. Астральная медитация направлена, в первую очередь, на то, чтобы научиться управлять своими эмоциями. А ментальная медитация направлена, чтобы эффективно использовать механизм мышления, чтобы он не превращался в некий компьютер, который перерабатывает бессмысленную информацию и рождает бессмысленные сигналы. В большей степени обычный человек подготовлен к ментальной медитации и к астральной медитации, чем к высшей ее форме. Простейшая форма медитации, еще раз повторюсь, это концентрация, то есть умение удерживать свое внимание и не расплескивать свои ресурсы, коими является мышление и коими является воспроизведение каких-то эмоциональных чувственных волн. в этом плане любого человека должен начинать с этого, то есть концентрации, то есть концентрация на конкретном образе, каком-то чистом образе. Человек, способный долгое время удерживать медитацию, концентрацию на определенном образе, он нарабатывает качество, возможность уже нарабатывать, например, свои ясномыслия, то есть умение мыслить ясно, целенаправленно, умение работать с чувственным аппаратом, то есть использовать эту астральную энергию хотя бы на простых этих формах как это делают многие талантливые актеры а когда умеешь эти механизмы уже выключать ум и чувство ты можешь перейти к высшей форме медитации которая будущем даст возможность не транжирить энергию накапливать его за счет естественного ресурса природного и будущем в общем-то развивать себе выше человеческие качества поэтому что касается медитации то простейших форм медитация не медитация это необходимая форма для любого человека для того чтобы заниматься очищением и расширением сознания но вот на начальных этапов она имеет более простые формы то есть вот концентрации как работе с с ментальными образами ментальность структуры и с астральной структурой большая эта тема поэтому ответ каждый человек может заниматься медитацией он и да и нет это зависит от ситуации то есть в принципе до простейших формах медитации да если говорить про высшую форму то нет потому что чтобы заниматься реальной настоящей медитации есть такая ситуация когда у человека есть способности к медитации то есть он может этим раньше не занимался но у него достаточно количество психической энергии по определенным причинам да и такой человек который например нашел какую-то технику медитации практическую да он номер может выйти в того что он приоткрывает некоторые скажем так возможности сознания и уходит в восприятие картинок то есть в этой ситуации можно как вот как в развлекаловке висеть до бесконечности как правило это не приводит никакого результата ну если что развлекает человека ну бесплатно по большому счету поскольку если мы смотрим телевизор да то есть мы устаем мы платим за телевидение мы платим за электроэнергию который тратится на телевизор и мы ларим интернет и мы все равно что-то платим а тут мы сами сидим исчитываем информацию некого источника связанного с нашим сознанием и восприятие так и такая форма медитации на зачастую используют люди которые имеют способности но они имеют подготовки она мало эффективно и иногда приводит к результату зачастую она почти бесполезно поэтому чтобы прийти к истинной медитации лучше идти постепенно как это в йоге начинает асан и через парнояму через очистительные практики через кундалини йогу через асана через парнояму через кундалини йогу и когда ты подготавливаешь все остальное когда подготовлен ум тело и энергетика ты переходишь к истинной медитации поэтому принципе медитации нужно каждому из нас и тация это в общем-то самовоспитание одна из форм самовоспитания воспитания своего сознания поэтому вот я считаю что почему я часто говорю что ответ на некоторые вопросы он не то не да он зависит от ситуации что касается высшей формы однозначно нет что касается начальной формы однозначно да сказать по конкретному человеку чтобы говорить конкретному человеку надо его знать то есть вот здесь конкретно чеки с ним конкретная ситуация что вот он реально может чем он готов бывает такое что человек например уже готов к ментальной медитации ну может быть он может заниматься этим 5-10 минут в день там или 20 а кто-то готов к астральной медитации это связано с его ментально-психическими способностями которые владеет которым он наработал в течение своей жизни тоже вещь сильно индивидуальная зная конкретного человека протестировав его посмотреть на него можно что-то говорить что касается последнего вопроса который вы задали если нужны какие-то уточнения я готов ответить как и во всякой технике медитации есть определенная опасность какая есть опасность если у вас недостаточно энергии вы пытаетесь заниматься медитации со способностями вы можете себя обесточить то есть на медитацию в классической форме и вы неправильно это делаете вы тратите субсихическую энергию ее можно и можно довести себя до истощения психического такое бывает если вы работаете с астральной медитации вы к этой не готовы вы можете вести состояние эмоционального шока если вы не готовы к ментальной медитации и усиленно этой занимаетесь то может быть перенапряжение до головных болей бывают такие случаи концентрации может заниматься любой человек про это еще рассказывал питерский йог рыжов ставите любой предмет который вам нравится и удерживаться на нем внимание то есть давай доводите его до 40 до 40 минут что 40 минут вы можете удерживать внимание на объем одном объекте никуда не переключая то есть нарабатывание самодисциплины подтверждение было многие дети умеют входить в это состояние медитации по причинам того например для них а когда они спокойно удовлетворены и по причинам что у них не работает еще ментальный аппарат что у них высокий уровень энергии и сильно астральное тело многие дети занимаются чем-то подобным медитации не осознавая это по иногда по глазам ребенка видно чем он занимается многие родители когда видите занимающие странными вещами я заметил что многие дети по факту находятся в неких формах медитации кто-то на это способен кто-то не способен то есть когда видишь какую работу выполняет сознание можно например как-то идентифицировать иногда вот согласно понятиям это можно классифицировать как медитацию многие дети способны на медитацию как как неудивительно люди еще не научившиеся думать не еще не наученные морально-кибонравственным ну нормам норма существования в обществе уже умеют медитировать в принципе эта форма является медитацией поскольку они работают с реальной с реальным обработками обработкой информации лежащий намного глубже чувственно чувственно ментальной области и и Субтитры создавал DimaTorzok